Здравствуйте, уважаемые лидеры! Со мной в студии Михаил Гинсбург, наш эксперт, врач-диетолог, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Михаил! Сколько уже полезного мы узнали благодаря вам? Мне очень приятно, что есть возможность рассказывать людям о здоровом и вкусном питании, о здоровой, красивой и долгой-долгой жизни. Действительно, Ничаев Family Club последовательно разрабатывает продукты для здорового питания. Это и майонез, и кетчуп, и правильная соль, причем самых разных вкусов. С этими продуктами даже можно рекомендовать шашлык, как правильное здоровое питание. Михаил, а в чем опасность обычного майонеза, которого все так боятся? Самые вкусные салаты и маринады готовятся именно с ним. Для многих ведь переход на правильное питание прямо означает отказ от майонеза. Самая большая опасность обычного майонеза – это сочетание большого количества сахара, соли, иногда крахмала и жира, причем, к сожалению, не всегда хорошего. И что в результате? Раннее старение, прогрессирование атеросклероза, риск возникновения тромбозов в сосудах. Вот далеко не полный перечень побочных эффектов такого союза. Многих, я знаю, удивляется, сахар в майонезе? Да, его там достаточно много, а это оксидативный стресс, ведь сахар оказывает токсическое действие, и как результат раннее старение и даже образование опухолей. Есть, конечно, в классическом майонезе и полезные продукты – антиоксиданты, но, к сожалению, их количества может быть недостаточно, чтобы нивелировать токсический эффект. Вот если убрать сахар, сократить количество натрия, выбрать хорошие масла, все может быть по-другому. Михаил, давайте же скорее расскажем нашим лидерам, что мы снова убрали в нашем продукте все вредное, полезное сохранили и еще кое-что для дополнительной пользы добавили. В провансале оливковом и в провансале легком нет сахара, нет крахмала. Мы используем специальную правильную соль со сниженным содержанием натрия. Ну и, конечно, для дополнительной пользы мы включили в состав оливковое масло, пищевые волокна, но и самое удивительное – коллаген. Ну, настоящий продукт для красоты. Оливковое масло, коллаген, яичный желток – это отличная профилактика возрастных морщин. Ведь омега-3 и коллаген делают кожу более упругой, гладкой, способствуют ее обновлению. И еще это хороший комплекс витаминов и минералов для питания волос. Силен, биотин, витамины А и Е – их еще называют витаминами для красоты. Сокращение уровня натрия избавит многих от такого неприятного явления, как отеки. И, кстати, лимонная кислота в составе тоже вносит свой вклад, способствует отбеливанию зубов. И напоследок самое важное – вкус. Вкус тот самый, всеми любимый, настоящего провансаля. Вкус, правда, отменный. В общем, можно смело добавлять эти продукты к питанию, к здоровому питанию. Готовить с ними мясо, рыбу, запекать, готовить маринады. Спасибо, Михаил. Мы очень довольны этим продуктом. Спасибо, Ольга. Летом так хочется быть красивыми, правда? Мы еще об этом поговорим. Расскажем, почему так много внимания уделяем сложным углеводам в наших продуктах. Многое мы уже обсуждали в наших эфирах, но есть факты, которые мы приберегли именно для лета. Например, вы знали, что углеводы запускают сжигание жира? Да-да, жиры сгорают в пламени углеводов. Готов заинтриговала? Сейчас обо всем расскажем. Со мной в студии Андрей Князьков. Диетолог, психотерапевт, специалист по созданию и обретению красивого и здорового тела, эксперт телевизионного проекта «Я худею», автор тренингов по снижению и контролю веса. То, что нужно в летний период, правда? Здравствуйте. Я вам больше скажу, если весь год следовать правилам, которые мы сейчас вам расскажем, то даже готовиться к лету больше не придется. Мечта, которую мы с вами можем превратить в реальность. Давайте же расскажем, как углеводы помогают поддерживать красивую фигуру. Конечно. Расскажу вам тогда простыми словами про один из самых важных процессов в организме – цикл Крепса. Это заключительный этап преобразования всего того, что мы едим, в энергию. В мединститутах, кстати, его проходят на последних курсах. И вы даже можете скоро блистать знаниями перед своими друзьями. Цикл Крепса – цепочка реакции расщепления жиров, углеводов до воды энергии. Кстати, знаю, что ваш клуб против сахара. Поддерживаю. Это еще один факт в вашу копилочку. Если человек ест сахар, то цикл Крепса перестает нормально функционировать. В организме нарушается процесс усвоения пищи. Большая часть цикла уже не востребована. Пища не расщепляется до энергии. В результате то, что должно было стать энергией, и углеводы, и жиры энергию не дают. И откладываются на самых нежелательных местах. Даже жиры откладываются именно из-за избытка простых сахаров. Мы же этого не хотим? Конечно, нет. Вот. Поэтому для эффективного сжигания организмом жиров необходимы сложные, здоровые углеводы, а не простые. Мне очень нравится фраза, что жиры сговорают в пламени углеводов. Замечательная фраза. А главное, она мотивирует многих правильно составить свой рацион. Никогда не пропускать приемы пищи и выбирать только правильные продукты без сахара. Получается, углеводы должны быть в каждом приеме пищи? Конечно. На завтрак, на перекус, на обед, на ужин. А как именно это работает? Если объяснить очень просто, то жир, который мы хотим сжечь, это как бы дрова для цикла Крепса. А углеводы – спичка или бензин, который мы подливаем, чтобы пламя горело ярче. Ну, может быть, еще одна, другая метафора. Углеводы – это как воздух или кислород, с помощью которого мы раздуваем цикл Крепса. Ведь помните, когда огонь затухает, мы в него дуем, и он начинает гореть более ярко. Поэтому ни в коем случае нельзя ограничивать потребление сложных углеводов. Андрей, как много сложных углеводов необходимо съедать в день? По данным Всемирной организации здравоохранения, на углеводы должно приходиться не менее 50% рациона. Безусловно, я никак не отменяю общую калорийность рациона. Она индивидуальная в зависимости от двигательной активности метаболизма человека. В среднем, ну, где-то 1500-2500 калорий. К нам часто обращаются с вопросом, что делать, если вес встал. Я правильно понимаю, что если к нам поступает мало сложных углеводов, то как раз и может возникнуть так называемый эффект диетического плато. Даже если человек потребляет мало калорий. Именно. Низкоуглеводное питание как раз опасно возникновением этого эффекта, который всех расстраивает. Это защитная реакция на нехватку углеводов, а сама нехватка, к слову, ведет еще и к серьезным гормональным сбоям. Щитовидная железа является главным контролером метаболизма. Недостаток углевода интерпретируется как острое голодание, и щитовидная железа тормозит производство специальных гормонов, чтобы предотвратить расщепление мышц. Метаболизм замедляется, вес встает. И более того, при нехватке углеводов организм начинает сжигать белок, то есть собственные мышцы. И без мышц поддерживать хорошую форму точно не получится. Конечно, да. А как понять, что мы едим достаточное количество углеводов, и самое интересное, как выбрать правильное? Но в вашем случае даже задумываться над этим вопросом нет смысла. Смотрите сами. На завтрак каша мультизлаковая с яблоком и фундуком. В общем, любая ваша каша подойдет. Перекус – батончик без сахара. На обед – тыквенно-чечевичный суп. На ужин – курица и рис по-сицилийски. Это покрывает потребности в белке, углеводах и жирах. И в клетчатке овощи, крупы – это клетчатка. А как мы знаем, потребление клетчатки в мире на 30% меньше нормы. И в России тоже. Всё верно. Вот порция тыквенно-чечевичного супа уже содержит необходимый минимум. 38 грамм пищевых волокон на порцию. Большое количество витаминов. Это, конечно, прекрасный обед и вкусный. Пищевые волокна дают сытость. Когда следишь за фигурой, это очень важно. Андрей, мы про углеводы так подробно ещё не говорили. А про пищевые волокна часто говорим в наших прямых эфирах. Хотим похвастаться знаниями наших лидеров перед вами. Готовы их протестировать? Давайте. Очень интересно. У нас в гостях наши любимые лидеры. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, какие продукты клуба богаты пищевыми волокнами? Да. Каши, супы, вторые блюда, кокосовые батончики. Да очень многие. Я очень люблю мультизлаковую кашу с яблоком и с фундуком. В одной порции, по-моему, содержится 10% суточной нормы пищевых волокон и всего 72 калории в 100 грамм готового блюда. Очень вкусно, полезно, питательно и кушать до самого обеда не хочется. Вообще пищевые волокна добавлены во многие продукты нашего клуба. Вот, к примеру, тыквенный чечевичный суп очень вкусный. Также пищевые волокна добавлены в кетчуп, в наши батончики, в нашу правильную соль и даже в майонез, который мы так долго ждём. А зачем нам необходимы пищевые волокна? Клетчатка способствует росту здоровой микрофлоры и усвоению витаминов. То есть, если мало пищевых волокон, то и витамины не усваиваются. Поэтому мясо лучше есть со сложными углеводами и с клетчаткой. Ну, просто здорово, всё верно. Конечно. А я знаю, что пищевые волокна понижают уровень холестерина в крови и берегут сердечно-сосудистую систему. Ещё пищевые волокна замедляют всасывание сахара, а это очень важно для правильного обмена веществ, особенно для диабетиков. Ещё пищевые волокна очищают от токсинов и стимулируют работу нашего кишечника. Если есть достаточное количество клетчатки, то кожа будет всегда чистой, красивой, и мы будем всегда великолепно выглядеть. Красота – это то, чем Фиберлик постоянно с нами делится. Мне так приятно, когда люди знают основы здорового питания. Спасибо огромное вашему клубу за то, что делаете такой проект. Спасибо Алексею и Елене Нечаевым за идею этого клуба. Всегда с нетерпением жду ваших новинок. Успехов вам! Спасибо, Андрей. Спасибо, уважаемые лидеры. В этом году наши товары получили медали за высокое качество. Шоколадки, батончики, кетчуп, чай были отмечены званием лучшего продукта года. Высокая оценка экспертов всегда приятна. Но наша главная цель – это ваше признание. И лучшая награда для нас – это ваше доверие. Это действительно вдохновляет нас делать вкусную и полезную еду. Мы обещаем и дальше радовать вас и удивлять. Следите за новостями нашего клуба в Инстаграме. До скорой встречи!